Включите нас, и днём, и ночью, вы отложите все дела. Включите нас, чуть-чуть погромче, в прямом эфире новостя. На микрофон любуется Макар Марковкин. И Степан Сундуков, здрасте. Чё творится нынче в мире, передаём в прямом эфире. Российские новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что власти намерены разбюрократить экономику. Ежели выделенные на эти цели средства в процессе не разворуют, то я только за. Также власти намерены расширить пространство для свободного предпринимательства. Ток-чур при одном условии. Чтобы ещё больше не расширяли своё предпринимательство жёны чиновников, нужно ожидать возможность заработать и менее успешным предпринимателем. Глава государства также подчеркнул, что в России не будет строительства госкапитализма. Вот они, прелести демократии. Как президент сказал, так и будет. Продолжаем российские новости. Бывший московский мэр Юрий Лужков собирается производить аналоги европейских сыров, которые граждане не могут покупать после введения России продуктового эмбарго. Вот это я понимаю. Полезный для общества гражданин. А то раньше в Москве какой-то ерундой занимался. Лужков отметил, цитирую, закваски будут оригинальными, но вкус, как у западных аналогов. В таком случае и запатентовать можно будет. Ну, за вкус можно не волноваться. К тому времени, как эти сыры появятся, люди его и не будут помнить особо. Лужков рассказал, что сейчас берет мастер-классы у иностранных производителей сыра и знакомится с технологиями. Ну, шо ж, пожелам Юрию Михайловичу окутать страну в сырные кольца. С этой технологией он точно знаком. Сыро за мишенье Михайлович разрабатывает. Так он президентского доверия зарабатывает. Ну, вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут новости.